Иногда некоторые садоводы выходного дня меня спрашивают, порекомендую какое-нибудь цветочное растение, чтобы за ним вообще не надо было ухаживать. Мы ездим не часто на дачу, хорошо, если раз в неделю, а то раз в две недели, а бывает и раз в месяц, вот чтобы не поливать, не подкармливать. И было оно красивое, и ничем не болело, и вредители его не повреждали. Так подумал, ну, если бы кактусы у нас росли, наверное, я порекомендовал бы кактус, который поливать не надо. Кроме кактусов, есть еще и суккуленты. Ах, во! Как раз очиток и есть классический суккулент. Что такое суккулент? Вот посмотрите, у очитка какие толстые листья. Они не просто толстые листья для того, чтобы накапливать какие-то питательные вещества. Да, толстые листья для того, чтобы накапливать влагу на случай засухи, на случай того, если дачник не приехал за ними ухаживать и поливать. То есть вот чем характерны суккуленты. Это самые неприхотливые растения. Размножается очиток очень просто. Чаще всего его размножают, как и большинство многолетников, вегетативно. Вегетативно. Это значит, вы осенью или весной просто отрезаете кусочек. Можно острой лопатой, можно большим ножичком. Отрезали корешочек, пересадили на другое место, полили. Вот и все. Хотя, в принципе, можно собрать у очитков семена. То есть вот срезали вот такую вот веточку, когда она уже начинает подсыхать, посушили и потом семена высаживаете. Либо на рассаду, либо в открытый грунт. Так что очиток растения, которое не требует вашего внимания, но которое привлекает внимание к себе почти всегда.